Привет друзья! Сегодня мы протестируем фото возможности этого дрона. В один из дней я уже сделал несколько фотографий и записал видео как это происходит. Но этого недостаточно. День был такой достаточно мутный, поэтому сегодня повторим фотографирование в другой локации, немножко с другим светом и посмотрим на результаты. Результаты я приложу к этому видео в описании в формате JPEG и RAV. Поехали! Сегодня достаточно ярко. Время у нас 3.50. Солнце еще достаточно высоко над горизонтом. До заката еще почти полтора часа. Поэтому поставим ND-фильтр. Для этого дрона есть фирменные ND-фильтры, которые можно приобрести непосредственно у компании Outel. Но есть и хорошие заменители. Вот один из вариантов это Freewell. Это те фильтры, которые использую на текущий момент я. CPL и ND. ND-8 я сейчас буду ставить. Оригинальный фильтр почему-то периодически вроде не сильно затягиваю, а потом открутить бывает очень сложно. В первый момент как будто он маленько подзалипает. С Freewell таких проблем я не замечал. Вот так он выглядит. Такой темненький, черненький. Но фильтрует хорошо. И в комплекте у него идет вот такая замечательная тряпочка. У каждого фильтра, который приходит в отдельной упаковочке из микрофибры, которой можно его протереть для того, чтобы избавиться от лишней пыли и грязи перед полетом. Все. Теперь у нас все идеально. Для съемки мы готовы. Гоу на улицу. На улице у нас что-то сегодня час минус 15. Утром было вообще под 25 где-то. Днем солнышко посветило. Стало теплее. Погнали! Не будем вдаваться в дебри профессиональной фотографии. На эту тему есть много отдельных ресурсов. Скажу лишь, что у Аутеля для качественной съемки есть все необходимое. Можно снимать в авторежиме в форматах JPEG, RAV и комбинированно в форматах JPEG плюс RAV. Есть привычные всем фотографам полуавтоматические режимы, приоритет выдержки и приоритет диафрагмы. А для особых ценителей полный хардкор. Полностью ручной режим съемки, в котором можно по желанию выставить любые настройки. Да, и напомню для тех, кто не в курсе. Основным достоинством модели Pro, помимо дюймовой матрицы, является возможность изменения диафрагмы со значениями от 2.8 до 11. В этот раз у меня случайно сбойнуло приложение, пишущее экран. Поэтому вставок с нажатиями спуска не будет, но думаю и так все будет понятно. А самое интересное вы найдете в описании к этому видео. Съемку мы завершили. То, что у нас получилось, вы видели непосредственно в видео. И если вы хотите посмотреть сами исходники, еще раз напоминаю, они находятся в описании к видео. Ссылки я разместил внизу. Можно качать в формате RAV и в формате HPEG. Качаем, смотрим, сравниваем и ставим лайки. В ближайших выпусках я расскажу вам о том, как работает режим DEFOG. И еще один ближайший выпуск, который я готовлю, будет посвящен режимам трекинга. Мы рассмотрим режимы трекинга и постараемся раскрыть их максимально широко, чтобы вопросов уже по ним не возникало. На этом я заканчиваю. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok